В Доме правительства подвели итоги контрольной работы в сфере регулирования алкогольного рынка за первое полугодие. 655 организаций занимаются продажей алкоголя в Чувашии. Все они работают по лицензии. Почти 260 миллионов рублей доходы от акцизов на алкоголь, поступившие в бюджет республики. Самый низкий показатель объема розничной продажи на территории региона в городах Чебоксара, Новочебоксарск, Шумерля, АллатРь. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал усилить контроль в сфере регулирования алкогольного рынка. Мы получаем от акциза, от реализации пива 100% в бюджет Чувашской республики. А от алкогольной продукции все зависит от того, сколько мы реализуем на территории нашего субъекта. Михаил Васильевич заострил тем, что максимально поддерживать отечественные производители. Я поясню почему. Поскольку мы формируем бюджет, мы население, являемся пользователями этого бюджета. Это благо этого бюджета. Поэтому каждое, там, знаете, выпитой бутылкой пива, там, или поднятая рюмка чужой тоже водки, это мы отдаем средства другому региону, там, ну или другой стране вообще. Что касается контроля за реализацией алкоголя, то за первое полугодие Министерство экономики провело почти 330 проверок и выявило 75 нарушений законодательства. В итоге общая сумма штрафов составила миллион триста тысяч рублей. Кстати, жители Чувашии могут сами проверять качество алкоголя в магазинах. Для этого нужно скачать приложение «Антиконтрафакт Алка» на свой смартфон. В момент покупки своей продукции, алкогольной продукции, может сканировать марку, и это приложение позволит сразу идентифицировать данную продукцию, и сказать, контрафакт это или не контрафакт. А также по случаю, если, например, вы вызвали какие-то сомнения, то можно и по чеку, который был представлен в торгующей организации, то же самое, что отсканировать штрих-код и также получить сегодня сведения, насколько белая или контрафактная эта продукция. Кроме того, действует горячая линия. Руководитель региона подчеркнул, что доля объема розничной продажи алкоголя, произведенного в республике, должна быть значительно выше. Это является одним из ресурсов пополнения бюджета республики.